Привет зритель! Случилось так, что я осталась без сапог и поехала покупать сапоги но в итоге купила ботинки и еще я хотела купить себе пижамку но вместо пижамки я купила себе ночнушку сорочку, ну в принципе я ее тоже думала купить, но просто не была уверена что такого размера есть, было несколько разных и в итоге я что-то остановила свой выбор на том, что купила, сейчас я вам это покажу это все тот же магазин смешные цены все это мне вышло на 1780 44 размер вообще когда я ее брала мне казалось, что он 40 может быть я уже потом чего-то пересмотрела но тот, который я брала как 42 или 40 он почему-то выглядел как 46 надеюсь, что она мне будет нормально это у нас кто же это у нас? тут 100% хлопок и по-моему это должно быть Иваново да, это Ивановская область правда, город Тейко ух ты, город Тейко на цену не смотрите тут она хоть и написана, что 740 это вот делите пополам я сижу тут близко так сейчас я ее вот так буду поднимать поднимать, поднимать ух ты, она по ходу дела даже в одном месте с разрезиком офигеть а я что-то не заметила когда ее покупала вот ну что, прикольная такая мне нравится мягонькая сегодня я уже ее не обновлю потому что у меня там пижамка есть ой, моя покрывашка спала тут у нас такая строчечка немножко как бы спереди только сейчас покажу да, такая она коричневая спереди у нас тут немножко кружавчиков коричневых кружавчиков немножко вот бантичек тут ну короче, очень миленькая такая сорочечка ночная ночнушка теперь у меня есть для пижамки вообще я хотела пижамку длинными ножками но у меня пижамка типа шортики и пижамка типа шортики покороче в смысле по длине а наоборот по колено так, это я пока в пакетику беру обратно сейчас я вам покажу ботиночки я много всяких разных перемерила конечно, это искусственная кожа но в принципе, что было что в итоге подошло потому что много что мерила или мне надо было исключительно что у меня есть сапоги натуральная кожа и мех но они тупо по ноге и вот у меня есть джинсы которые тоже тупо по ноге и вот сапоги на джинсы не натягиваются а джинсы на сапоги тем более и в общем я думаю, что оно всё нормально будет правда там феерически такие модели будут ну я так поняла что видимо это сейчас модно мне уже моя ближняя родня посоветовала кое-что со стричи убрать но я так подумала а что оно будет там дрегаться может это модно почему бы и нет я не буду это состригать Еще, я так поняла, что у нас, кажется, 30-е это у нас, это вроде как пятница, да, в эту пятницу в наш район приезжает, типа, что-то белорусов, но когда я у белорусов покупала обувь, то у меня стабильно змейки, они, видимо, старые собачивают, и у меня эти головки или собачки, или как их там, раздалбливаются. И сегодня еще и узнала, что, оказывается, два месяца назад умер дядька, который хорошо ремонтировал обувь. Земля ему пухом. Так, магазин, смешные цены, одежда, обувь вот тут, это самый. У них идет эта распродажа, аж с 1 января, как они открылись, я подозреваю, что это, ой, пардон, что это просто чисто заманило, как клиентам. Вот, а пакетик такой. В пакетике коробочка. На коробочке цена 2,820, но это делительно пополам. Ну, и учитывая, что у меня все это вышло на 1780, то вот, ну, там, поделите, короче. Тут у нас какая-то наклейка наклеенная. Наклейка наклеенная. Луки. Вообще, я так поняла, что там размеры маломерят, и вообще как-то идут в разные стороны. Я померила 35-й, он мне был как-то широк в ноге, в 1, значит, мерила. Померила 36-й, он был как-то мал, мне дали 37-й. 37-й померила, он вроде как хорошо, но свободно. Мерила какой-то 38-й, он мне, значит, был очень велик. 37-й при этом был совсем в тупик. Какой-то мерила 37-й, он был очень широк по ноге. 36-й был нормально в следу, но был вот так вот. Короче, кто там шил, китайцы на китайцы, не знаю. Мне, в принципе, нравится, как они выглядят. Я потом, возможно, их зафоткаю, ну, не знаю, сейчас вот одевать надо снимать камеру со штатива. А у меня тут 23 минуты всего лишь на всё про всё. В общем, вот такие вот ботиночки. У меня вообще давно ботиночек не было. Тут вполне себе нормальная подошва, не должна скользить. Я вообще, так вот тут этот 38-й размер, я собиралась сегодня их обновить до тренажёров, ну, что-то, то-сё, пятое, десятое, меня ещё какое-то безумное существо атакует с угрозами в интернете уже не первый день. Я, конечно, написала в абузу Ютуба, но я подозреваю, что если существо уже мне несколько клонов плодит и забывает даже, каким клоном мне пишут, и там оговорки такие по Фрейду идут, то вряд ли, конечно, оно угомонится существо уверять, что оно местное, что оно со мной училось, но, насколько мне известно, у меня нет одноклассниц, которые в 21 год выскочили замуж. Все потому, что мои одноклассницы, если и выскакивали замуж, то позже. Ну, не в этот возраст. Короче, потом существо уверяет, что оно юрист, что наймёт людей, чтобы меня избить, размазать по стенке и тому подобное. Ну, надеюсь, что существо всё-таки ограничится словами. Ну, я на всякий случай решила в ролике это записать, потому что, знаете, как-то неприятно читать что-то такое, плюс ещё всякие неприятные такие комменты не только в мой адрес, а в адрес других зрителей. И существо, как бы, я так поняла, существо избивает всех, кто ей не нравится. Но мы, я и несколько ещё человек, думаем, что на самом деле существо не углическое, потому что я так пробивала почву, я поняла, что человек, ну, не мог со мной учиться, учиться в пятой школе, вообще, как бы, не настолько хорошо меня знают, хотя угрожало, что знает мой адрес домашний, в принципе, я даже знаю. Я знаю несколько человек, которые могли мой адрес слить. Ну, один из них сидит на сайте насекомых, потому что он когда-то был, как бы мой знакомый в реале. Я думала, что он более-менее адекватный человек, но оказалось, что нет. Такое болтологическое видео с этим. Вот, кстати, ушки. Вот это, по-моему, меняемые ботинки, потому что я видела такие же похожие, только розовые, розовые ботинки с розовыми ушками. Я когда увидела, мне что-то так передёрнуло. В общем, тут у нас шнурочки. Можно сделать, как ботинки. Кстати, мех внутри тоже, как бы, есть. Я думаю, это, наверное, всё-таки искусственный мех. Ну, да, какая разница. Мех внутри полностью можно сделать вот так. А можно поднять, и они, как бы, слегка повыше будут. И я думаю, что они на джинсы должны нормально залезть. И, в общем, это существо... Мне ещё в ВКонтакте писало какое-то существо вчера, после стрима, угрожая тоже, что у меня какие-то проблемы будут. Но я так думаю, что на самом деле это безумство. Это одна знакомая моя знакомая, бывшая знакомая. Потому что вот на мне и смс-ки писала. Хоть без угроз, но какие-то такие слегка истеричные и названивать пыталась в Враничу, когда я спала. И так ведёт себя не особо адекватно. И ещё её подружки, которых я сама в глаза не видела и знать не знала до того момента, как они мне написали, стали мне тоже подписывать такие свои словеса. В общем, жизнь бурлит у Лёли. Я, конечно, польщена таким вниманием ко мне. Обычный такой блог с 5,5 тысяч подписчиков. Ничего такого вроде как сверхфееричного. Ну да, я офигительная. Потому что у меня практически весь авторский контент, кроме пары плейлистов. Ну, один там как бы я в виде актёра из Погорелого театра, а другие уже так чисто как моё хобби литературное. Вот такие вот ботиночки. Но всё же, слушайте, вроде как уже практически зима наступила. Осень почти уже заканчивается. Последние дни ноября, ноябрь у нас осенний месяц. Но чё так буйное такое обострение-то у людей. Мне вон жил сегодня буянило. Так я вчера просто 3 бутерброда сделала себе за сутки, которые как бы лучше бы делать хотя бы пару бутербродов захомячить. Ну или они большие, при этом были. Лучше один вообще бутерброд в сутки такой делать. Учитывая, что у меня желудок слегка побаливает. Ну, в смысле сам по себе, типа гастрит. В общем, вот такие ботиночки. Они мне очень нравятся. Очень удобные и уютные. Я в них там, ну не то чтобы походила, но когда одела, пошастала. Я по ним уже выбрала. В этот раз более такие как бы знающие продавцы были. Они там советовали, спрашивали, что хочешь. Ну, подберём, типа, как он там. Ваш размер. Ну и не напрягали так, что вот стоит человек над душой, а ты тут выбираешь. И ты их не напрягаешь, то, что ты выбираешь. Я ещё эти ботиночки, я их увидела вообще самые первые. Но я прошла туда, заметила, думаю, ой, ещё эти, эти. Посмотрю, обратно пошла. Где они? И вот у меня так с улицами бывает. Я по одной улице даже в угли. Сейчас пройду. Всё вроде знаю. Обратный дублин. Как я тут оказалась? В общем, желаю вам адекватных друзей, адекватных бывших друзей. Желаю отсутствия этих бывших друзей. Адекватных бывших знакомых, адекватных знакомых, вообще адекватных людей. И чтобы абузы срабатывали на ваши жалобы всегда и точно. Вот меня в Инстаграм одно существо доставало. Я написала в Инстаграм жалобу и существо забанили в Инстаграм. Сам Инстаграм. А как сделают в Ютубе, не знаю. Я помню, в одном году, в 2010-м, меня усиленно травили. Даже на улице подкараулили и поставили фингал под глаз. Добрые мальчики, которых я в глаза не знаю. А добрые девочки, которых я как бы знаю, слили им потом, как выяснилось, мои данные, где и когда буду. Вот меня отравили в интернете, и в ЖЖ помню, как бы заказ под меня был 666 на конце, после Айвы Форевер. И только через месяц, во-первых, я узнала про этот трындец только через три месяца. Мне сообщили, что от моего имени как бы кто-то что-то в ЖЖ пишет, косплеит меня. И я написала об абузу ЖЖ только через месяц. Они мне, ой, извините, мы долго рассматривали жалобу. Но да, мы поняли, что человек нарушает закон, то есть, опять до десятая вас преследует. И после этого уфигачили. Здесь, я надеюсь, что тоже YouTube все-таки как-то оперативно сработает, не будет месяц ждать. Ну или хотя бы запретит временно, хотя бы на месяц доступ этому человеку делать новые аккаунты у себя. По айпишнику как-нибудь выбьет, да, его. Или запретит делать новые каналы. Потому что, насколько мне известно, если у вас есть аккаунт на YouTube, то вы можете до бесконечности бесконечное количество делать каналов на свой этот e-mail. В общем, я надеюсь, что это все как-то утрясется. Вы уж простите, что я вас гружу такой темой, но вот оно мне уже второй день, оно мне подписывает, если не третий. И оно как-то немножко уже поднапрягает. Ну одно дело, когда ты играешься, и тебе не нравится мой канал, да, ну не смотри его. Другое дело, когда ты как-то уже агрессивно настолько обещаешь. Я даже, ну типа, мне даже написали так, что типа, что такого, если я тебе пару тумаков дам. Как-то так. Я погуглила в Яндексе эти тумаки, посмотрела, какая статья скопировала с сайта, значит, эти. Со ссылкой на сайт, кусочек закона Российской Федерации, мне уже типа сразу так это, на попятное, типа, я юрист, я знаю. Никто не догадается. Я думаю, блин, тут как минимум несколько человек с тобой общается, пофиг, что сетевые, но как бы это в открытом доступе. И если есть угроза от такого-то пользователя, можно через суд привлечь тот же самый YouTube. Это все в правилах YouTube прописано, я не знаю, чем человек вообще думает. В общем, всем спасибо, кто осилил вот это и вот это говорение. И всем хорошего настроения, всем пока.